Гегемония 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 людей свободных профессий, ученых также, которые не входят ни, строго говоря, в экономический процесс, то есть не обладают собственностью на средства производства, то есть не являются строго буржуазным классом, но и не являются политариями в классическом понимании. То есть, соответственно, их экономическая идентичность не определена. И также не являются представителями конкретных политических структур, ну, например, государства или политических партий, или каких-то институтов именно строго политического характера. Так вот это гражданское общество, ну, то, что Грамши под ним понимал, с его точки зрения является очень важным фактором, предопределяющий в конечном итоге многие вопросы во политическом устройстве. Грамши обратил внимание на то, что эта прослойка, интеллигенция, можно сказать, или творческий класс, гражданское общество, как совокупность ученых, художников, тех людей, которые занимаются культурой, люди культуры, можно так назвать, от них очень много что зависит. И Грамши сказал, что они в значительной степени, показал, что они в значительной степени свободны и от экономических закономерностей, и от политических закономерностей, но, тем не менее, в буржуазном обществе они транслируют гегемонистский дискурс, то есть они являются носителями гегемонии. И поэтому их деятельность в культуре, в политике, ну, не в политике, в описании политики, в политологии, в науке, в искусстве, так или иначе, ретранслируют властные установки, которые помогают уже, в свою очередь, экономическому классу эксплуататоров с помощью политических институтов буржуазной демократии, буржуазного государства продолжать эксплуатацию пролетариата. То есть, на самом деле, это он и назвал гегемонией. Гегемония — это не политическая власть. Политическая власть — это и есть политическая власть, вот партия, выборы, или какие-то другие формы, узурпация ее. Экономика — это тоже немножко другое, это соотношение к средствам производства. Если ты имеешь собственные средства производства, ты буржуа, а если не имеешь, ты пролетарий. Здесь все довольно понятно. А здесь есть экономическая доминация, в политике есть политическая власть. А вот в сфере гражданского общества или в сфере вот этого мыслящего класса реализуется гегемония. Громши определял гегемонию как установление властных отношений, которые не замечаются теми, по отношению к кому они устанавливаются. То есть это когда нами правят, а мы думаем, что мы сами по себе собой правим. Когда нас кодируют, а мы полагаем, что мы свободны. Когда нас подталкивают, а мы уверены, что мы делаем нечто по собственной воле и реализуем собственные желания. Вот это и есть гегемония. Гегемония поэтому попадает в категорию скрытой власти. Так вот, с точки зрения грамши, эта гегемония реализуется в значительной степени благодаря определенным установкам этого креативного интеллектуального класса. На самом деле никто не заставляет их транслировать буржуазные ценности, буржуазные системы, воспевать статус-кво, существующий в буржуазном обществе. Тем самым благодаря своему творческому интеллектуальному потенциалу закреплять политическое господство буржуазии, также экономическую доминацию над пролетариями. Что интеллектуальный класс свободен. Он может выбрать гегемонию, а может выбрать контргегемонию. И никто его за это не одернет, потому что на самом деле значение этого сегмента чрезвычайно важно. На этом был основан грамшизм в политике, который дал колоссальные результаты. К 60-70-м годам вся европейская интеллигенция, подавляющее большинство, была марксистской. Она вся была критически ориентированной к буржуазии. Хотя, конечно, не так жестко, но контргегемонийский дискурс стал нормой европейской интеллигенции. То есть грамшизм заработал. И в 70-е годы Олен де Бенуа, консервативный на сей раз философ, провозгласил грамшизм с права, или метаполитику. Призывая интеллигенцию консервативного уклада точно так же свободно выступать против своих врагов. Ну, например, тех же либералов, которые несопоставимы с таким традиционалистским настоящим консерватизмом. Призвал использовать сферу науки, искусства, интеллектуальную область занятий для свержения либеральной гегемонии. То есть грамшисты и неомарксисты делали это слева, а Олен де Бенуа предложил делать это справа. И вот эта гегемония чрезвычайно важна. Почему? Потому что, на самом деле, как оказалось, и теоретически у грамши, и на опыте, интеллигенция достаточно свободна и может заставить считаться со своими, например, марксистскими или новыми правыми, если в случае Олена де Бенуа, идеями, независимо от того, имеет ли она политическое представительство в парламенте или нет. И в относительной независимости от экономического базиса. Конечно, есть какие-то нанятые чисто политические спикеры в интеллигенции, в которых так или иначе просто идут заказы от власти или оплата их труда, но это вообще не гражданское общество, это такие вот гастарбетеры, у нас их полно, эксперты, которые заказным образом озвучивают любую спускаемую либо сверху политически, либо проплаченные экономически теми или иными олигархами идею, любую озвучивают. Но они не относятся к этому обществу, потому что это никто, это мусор просто. Грамши говорит о других людях, людях, которые могут сказать «да» политической и социальной системе, а могут сказать «нет». Грамшиский анализ интересен для нас тем, что в нашем обществе интеллигенция или креативный класс транслирует идею либеральной гегемонии. Кем бы эти люди не были и какие бы задания они получали, они транслируют американо-европейскую модель нормативов, ценностей и образа будущего. То есть они являются, наш интеллектуальный класс, наше гражданское так называемое общество в громшистском понимании является супергегемонистским, но не по отношению к гегемонии, скажем, ограниченной государства, а по отношению к глобальной гегемонии. И они захватили все это поле. Они служат не столько нашему государству, сколько глобальной западной империи, богатому северу. Служат либо по собственному убеждению, либо за плату, но это уже второстепенно. И здесь мы сталкиваемся с очень интересной вещью. Грамши говорил, что значение этого поля, где развертывается гегемония, чрезвычайно важно, независимо от того, что нет, например, политической репрезентации. Наши либералы в нашем парламенте не имеют никакого политического представительства. А на наше общество, на молодежь, на культуру, науку, искусство, на образование влияют самым непосредственным образом. Я думаю, что сегодня перед нашим обществом стоит главная задача опрокинуть эту либеральную, атлантийскую, западную, американоцентричную, империалистическую гегемонию. Вырвать с корнем эту часть российской интеллектуальной элиты, ограничить ее в правах, разоблачить ее, показать ее сущность, показать, что она делает, и начать процесс с контргегемонии. Причем наше общество маркетизма уже прошло, хотя и в этом отношении могут быть интересные идеи. Но самое главное, на мой взгляд, что контргегемония должна стать делом нашей новой интеллектуальной консервативной элиты. Без этого мы не сможем создать устойчивое, автономное, самостоятельное, суверенное общество. А рано или поздно это, конечно, даст свои разрушительные результаты и в отношении нашей политической и экономической системы.